Безграничная любовь к людям, желание сиюминутно отозваться на клич о помощи человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию вне зависимости от национальности и социального положения, неотъемливые качества сотрудников и волонтёров Организации Красного Креста. Здесь не работают, а служат и всем сердцем отдаются судьбам и ситуациям, помогая найти пути решения, протягивая руку помощи каждому, кто потерялся в жизненных перипетиях. Я бы хотела сказать, что нынешнее мероприятие, нынешняя пресс-конференция наша посвящена 8 мая. Это дню рождения Анри Дюнана, основателя международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Сегодня хотели бы встретиться с представителями средств массовой информации, для того, чтобы рассказать им о нашей деятельности, рассказать о том, какие направления деятельности основные у нашего Красного Креста. И всё-таки, как наша действительно организация, нынешняя, современная, проводит вот те принципы, которые заложил Анри Дюнан в своё время, и как на современном этапе это всё реализуется. Для миллионов волонтёров общество Красного Креста 8 мая является значимой и очень символической датой. День рождения великого человеколюбца, инициатора создания гуманитарной организации, швейцарского общественного деятеля Жанна Анри Дюнана, отмечается по всему миру как международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Безусловно, заложенные ещё в XIX веке принципы работы со временем трансформировались, расширились и направления в служение Красного Креста обществу. Но сохранилось главное – желание помогать по зову сердца. Самое основное и самая важная гуманитарная цель нашей организации – это помощь нуждающимся, различная помощь нуждающимся и уязвимым слоям населения. Многолетний опыт сотрудников Красного Креста в оказании помощи и поддержке уязвимым слоям населения помогает ежегодно разрабатывать новые проекты и программы, реализовывать их на практике. Задуманные несколько лет назад проекты «Няня вместо мамы» и «Патронажная служба в регионах» нашли своего адресата и успешно реализуются сегодня. Активно развивается волонтёрское движение «Брещины». Неустанно ведётся работа в оказании помощи нуждающимся сёстрами милосердия. Всегда визитной нашей карточкой была служба сестёр милосердия. С этого года эта служба у нас немножко переименовалась, но, наверное, нужно об этом говорить для того, чтобы понимать, что суть службы не поменялась. То есть у нас работают сёстры милосердия, которые оказывают помощь одиноким, одиноко проживающим, людям нуждающимся и в медицинской, и в социальной помощи. Но называется сейчас наша служба уже медико-социальная служба Красного Креста «Допомога». Организация открыта для принятия в свои ряды новых членов. Все, в ком живёт дух гуманизма, сострадания и сопереживания к чужой беде, найдут своё достойное место в команде Красного Креста. Мы всех приглашаем, готовы обучать и готовы встречать всех с распростёртыми объятиями, тех, кто будет работать в нашем отряде быстрого реагирования.